всем привет я рада вас приветствовать на своем канале наконец-то у меня наше время чтобы снять вам видео про плесень в горшке вы знаете этим вопросом я очень долго занималась и как минимум два года я проводила эксперименты над растениями но я могу сказать что сразу после первого применения я получила результат вот и потом с последующим временем в течение двух лет я только все больше и больше укреплялась в своем мнении о этом способе борьбы с плесенью внутри горшка не доставая растения из горшка вот так смотрите значит что я делаю вот эта орхидея мы недавно она реанимашка у нее было очень мало корней я ее покупала вместе с вами бутоны у нее были такие еле-еле живые посмотрите она распустила бутоны сразу вам показываю да и как бы приняла она эту систему посадки закрытая система посадки и вы знаете моя кора использовалась посадки до мной заготовленная и кора из магазина и я заметила вот на этом уровне вот сейчас я покажу вот вот уровень корешочка там как бы появились такие ниточки как вот как будто бы плесень да вот разрастается так думаю все хорошо что я делала вот смотрите сейчас ничего нет в горшке вот почему я это сделала без вас потому что как бы нужно было принимать решение и влиять на вот этот процесс что называется здесь и сейчас поэтому я сделаю это без вас как у меня было время так я и как бы обработала ее плесени нет никакой грибковости внутри горшка нет орхидея замечательно себя чувствует я так понимаю что скоро она восстановит свои листочки тургор все пока хорошо процесс гниения корней как при покупке что мы видели да я остановила все хорошо фитоспорином при посадке все это обработали все хорошо что я делаю смотрите ребят у меня есть еще так значит грибница я вам показываю в горшочке с которой я научилась справляться но знаете как я контролирую ее внутри горшка именно контроль смотрите у меня даже вот тут виден грибочек где-то я сегодня маленький увидела растет у меня такое было с моей королевской орхидеи я не предпринимала никакие меры у меня грибочки там внутри горшка прям росли но вы знаете мы знаем что это эпифиты что они в тропиках растут что вся вот это вот флора и фауна она благоприятно влияет на растения на орхидей ки я вообще как бы ну есть и есть вот грибница у меня в этом горшке очень очень давно посмотрите состояние орхидеи как она корешочки и в грунт и воздушные понапускала вот контролирую я грибницу опять-таки этим же методом так смотрите теперь например зеленые водоросли в горшке в закрытой системе тоже это этим методом можно повлиять на развитие зеленых водорослей водорослей в закрытой системе то есть очень хорошо тоже прочищается очищается что я делаю плесень грибницы зеленые водоросли что я делаю моя любимая перекись водорода я не устаю они и говорить вам она мне очень нравится да варианты выращивания воздействия на орхидеи остановка каких-либо вот процессов таких неблагополучных во всех вот этих вариантах она присутствует у меня вариантах обработки она у меня присутствует теперь я каким образом влияю на зеленые водоросли грибницу в горшках и плесень в горшках к сожалению плесень у меня сейчас нет не могу вам показать но залью вот и грибницу и залью зеленые водоросли и расскажу что будет дальше перекись водорода на литр фильтрованной очищенной отстоянной воды кто какой используют для полива на литр я развожу две столовые ложки трехпроцентной перекиси водорода из аптеки я пользуюсь аптекарской есть еще перекись в сада огородных огородных центрах продается но я привыкла из аптеки все это покупать она копейки стоит две столовые ложки на литр у меня полтора литра вот смотрите полтора литра тепленькая вода температура воды ну вот сегодня у меня где-то градуса 32 потому что я немножечко очищаю рукой ее на полтора значит я беру три столовые ложки так как на литр две вот раз два все делаю при вас три все развожу ну она хорошо достаточно это же все таки перец кисть она прекрасно размешивается в объеме разводится так затем что я использую но я как обычно беру свою грушу беру горшки с орхидеями и начинаю заливать их полностью это решила я залить потому что там зеленые водоросли а здесь мы в очередной раз будем контролировать развитие грибницей внутри горшка вы знаете она у меня это грибница вот прям с посадкой орхидеи орхидеи в этом горшке ну и сколько же на два с половиной года по моему и прекрасно корни там себя чувствует все хорошо так она же у меня дрябенькая мне надо горшок будет взять так давайте я пока пролью вам закрытую систему и покажу вы знаете как я все это делаю я прям сейчас буду к вам поворачивать смачивая мох в объеме вот по по всему по поверхности в объеме я имею ввиду по поверхностном объеме я подаю перекись водорода внутрь горшка вы знаете что я вам еще хотела сказать какая прелесть в использовании перекиси водорода второе свойство ее при взаимодействии с корнями корой перекись водорода моментально происходит в освобождении свободного активного кислорода вы потом увидите как корешочки и кора покрывается кислородом пузырики с воздух с пузыриками с кислородом вы увидите микро микро такие пузырики маленькие маленькие происходит аэрация и грунта внутри горшка и аэрация корней растения это очень прекрасный момент да потому что мы знаем что корни у нас любят и находясь горшочки обязательно чтобы было прохождение воздуха внутри горшка до чтобы аэрация в обязательном порядке при посадке орхидеи у нас сохранялась почему мы оставляем массу воздушных корней в объеме для того чтобы воздух находился в объеме горшка так здесь я буду заливать я вам показывала рассказывала что закрытой системой я поливаю до уровня керамзита но так как у меня сегодня обработка у зеленых водорослей горшочка я вам буду заливать вот буквально сейчас увидите вот так чтобы шея у меня только не потонула и все сейчас мы будем смотреть где водоросли по тот уровень мы будем заливать вот вот такая перекись водорода уже практически мы залили горшочек все здесь у нас зеленые водоросли сейчас будем так сколько перекись сколько должен раствор находиться в горшочке смотрите в зависимости от взаимодействия даже воздействия какой вы хотите получить от получаса у меня бывает до часа но в основном минут 45 вот где-то так у меня раствор находится в объеме горшка сейчас я все залью вы знаете и вот обработав подав да вот этот раствор с перекисью водорода в объем еще чуть-чуть но здесь как бы уже нет водорослей ну вы знаете вот так вот горшочек возьмете и будете слышать она шипит вот прям шипит шипит у меня есть первоначальный да как только недавно я открыла канал буквально два месяца назад у нас молодой канал вот но я стараюсь чтобы он был насыщенным интересным контента который вам предлагаю у меня есть касательное видео касательно этой процедуры я вот вкратце в общем объеме там рассказывала другую тему и просто рассказала что вот я так то так то борюсь но не все могут просмотреть вот эти мои видео до то же время у людей и поэтому я решила снять отдельное потому что мне постоянно ребята и девчонки пишут расскажите прям вот покажите я вам поэтому показываю теперь сейчас я возьму горшочек чтобы мне вот эту классику классическую систему посадки погрузить тоже в перекись водорода вместе с вами немножко отвлекусь так вот я вернулась взяла горшочек потому что здесь классика дырочки вот так я помещаю его внутрь горшка 2 и начинаю проливать по поверхности вот очень хорошо контролируется грибница внутри горшка то есть она знаете как вот когда вы достанете после обработки именно грибницы растения вы особо не поймете что что-то произошло до грибница она как такая манка такая мелкая мелко как будто ее в горшок насыпали вот такая манка как я ее контролируете значит влияя на нее перекиси водорода вы потом где-то букву дней через десять только поймете что это грибница усохнет она как бы останется крупинками да но она будет уже не жизнеспособна она будет такого без же коричневого цвета то есть вы поймете что она вот эта грибница она вот таким образом немного усыхает то есть она не не питается не распространяется на корне вот опять таки вот прям стоит и шипит я прям здесь слышу вот этот залитый горшочек вот видите и вот второе положительное действие это то что происходит в освобождается активный кислород и происходит он оседает на корешочках на коре и снабжает объем горшочка и растение наше кислородом это очень-очень важный процесс именно выращивание наших красоток вы знаете я вам говорю вот рассказываю самые вот просто лучшие наработки этот способ обработки я придумала сама вы знаете как-то у меня ну знаете история из жизни что называется заболел заболел младший ребенок очень сильно пять дней антибиотикотерапии никаким образом не не помогали ему мы не знали уже что делать была такая страшная гнойная ангина вот педиатра а один антибиотик назначил потом второй антибиотик температура под 40 мы не знали что делать вы знаете мне пришла на помощь на помощь перекись водорода вот реальный ребят вот хотите верьте хотите нет когда ребенок под 40 температуре 5 дней ты уже просто не знаешь что делать волосы на себе рвешь вот и вы знаете я просто-напросто что называется случай жизни я воспользовалась перекись водорода мы с малышом обработали ему горлышко и буквально к вечеру вскрылись все гнойные пробки из горлышка я вам просто даю совет как вот не совет а свой вот такой вот факт из жизни да и вскрылись пробки на горлышке и буквально температура сразу спала до нормальных температур и нам просто мы потом уже занимались заживлением именно вот этих вскрытых болячек но вот перекись водорода она моментально помогла ребенку младшему справиться с болезнью что не вот так вот не помог даже антибиотик 5 дней мы мучились поэтому у меня многие спрашивают вы не учительница игры нет у меня медицинское образование вот я как бы привыкла как людей своих близких любимых лучи лечить так и к орхидеям очень внимательно к их здоровью относиться вот поэтому вот этот способ я придумала сама именно для борьбы с перекисью водорода и нисколько не жалею об этом вы поверьте очень получается слабый раствор он не каким-либо пагубным воздействие никакого пагубного воздействия не окажет на корешочки ваших любимых растений вот кто-то даже я видела потом вот недавно я увидела видео до что одна девушка она и протирает и брызгает перекисью водорода но она другим немного концентратом пользуется у меня вот мой концентрат тот который я привыкла использовать в отношении своих растений так я заливаю грибница у меня где-то вот оставляя я одну треть горшка до поверхности не заполняю ну вот вы видите вот она вода я ее останавливаю уже достаточно уже поливать ее все что дальше происходит я вам сказала 30 45 минут ну максимум час вот она шипит стоит потом поймете может быть я не знаю сможем мы пузырьки на корешочках показать смотрите вот они везде они тут вот они прям в освобождающийся активный кислород он покрывает корешочки кору в объеме и одновременно вот смывает вот эти зеленые водоросли если вдруг у вас много плесени в горшке да можно сделать повторную обработку недели через три ничего страшного не будет абсолютно так вы знаете можно потом после обработки допустим первый пролив после обработки перекиси водорода можно сделать полив например с фитоспорином да вот универсальный берете порошкообразный разводите и просто проливаете туда дополняете полезную спорой бактерии даст а спор бактерий на и он прекрасно организует вот этот положительную микрофлору в объеме горшка можно так бывало что я спор бактерийном проливала после обработок бывало что я проливала триходермой тоже прекрасно все вот мне даже был один комментарий а зачем типа грибницу из горшка убирать если мы наоборот микоризу подселяем горшочек потому что она микориза она произрастая прорастая в корне растения она помогает растениям корням наших орхидей получать знаете как она стимулирует и улучшает работу корневой системы то есть корни прекрасно начинают впитывать питательные вещества из предлагаемого объема до из из грунта из предлагаемого полива там подкормки которые мы подаем нашим растениям вот так действует микориза она именно прорастает в корне и помогает улучшению питания растения так все вот у нас все это стоит потом мы просто-напросто как вот это я убираю это я достаю из горшка ставлю на его поддон да вот на поддон вот этого растения у меня отдельный поддон закрытую систему я просто-напросто мне многие спрашивают как я ее выливаю я вот так вот поддерживаю смотрите у меня везде тут мох он не дает грунт высыпаться когда я выливаю я вот так поддерживаю наклоняю и выливаю всю жидкость от начала до конца все перекись я как бы все сливаю не оставляю да можно даже ее и немножко в уровне керамзита оставить ничего страшного нет при попадании при взаимодействии уже там полностью освобождает и в освобождении активного кислорода тут водичка остается буквально вот вот такой способ обработки от грибницы в горшочке перик значит и плесени в горшочке и зеленых водорослей в закрытой системе при этом способе не надо доставать и мучить растения и вам тоже дополнительно трудиться и охать и ахать пробуйте пытайтесь все у вас всегда получится а на сегодня я буду с вами прощаться всего доброго до новых встреч всем пока пока